Доброе утро! Ну что, начинаем влоги. Влоги с нашего деревенского Панбея. Вчера вечером, кстати, мы даже поехали в наш город Мелбрун. Там погуляли вечером, походили. Все магазины были уже закрыты, а не кафешки. И дедули с бабулями гуляли в кафешках. Скажи всем привет. Привет! Ребята, знаете чего? Спасибо вам огромное. Я вас прям обожаю, честно, от всей души. Потому что у меня такие добрые подписчики. Вот на самом деле, знаете, кто смотрит нас? Вы уже знаете нас, нашу семью. А я лично каждого. Ну, я ведь же не знаю, я не общалась лично, вживую. Здесь же надо пообщаться вживую, да? Чтобы понять, что много про человека. Также, кстати, про нас. Хотела бы вообще с вами, со всеми встретиться. Чтобы вы мне стали уже знакомыми. Или там кто-то даже другом стал. Панама! Давай кушать? Да! Криваю холодильник и каждый день думаю, что бы приготовить. Сегодня у нас вообще крыска повесилась. Не мышка, а крыска. Как мне надоело думать каждый день, что бы приготовить. Каждый день все разное готовишь. Вам не надоедает? Думайте. Что делать? Готовите. Еще хочу творог наш. Русский творог, Леш. Сыночки бы делать. Здесь не такой-то из них получается. Лешки видели, какая рамка? Да. И это. Собрались. Выполнено. Да! Ребята, я просто уже с ума схожу от этих игрушек. У меня эти игрушки, они просто уже надоели. Лешка все равно не сидит в своей комнате, не играет один. Конечно же, мы его учим убирать за собой игрушки, но не всегда это все хорошо получается. И поэтому иногда приходится и мне убираться. Видите, что творится? И так по всей квартире. Все уже там. Все вперемешку в наших ящиках. Где игрушки, сейчас вам покажу. Вот, видите, что творится? Только что было все ровно, уже ковардак-бардак. Ну, что, приду, потом буду разбираться. Лешка себе футболку отреставрировал. Подожди, тогда я дену ее. Он, ой, слушай, ну да, как новая. Катушки убрал, покажи нашу чудо-машинку. Вот такая штука здесь вот. Вот, вот, катушка. Ого. Леш, ты, папа, за дно и вытряхнул. Да, ничего. Снимает, снимает. Ребята, сегодня 29 августа. И как мы приехали из Северной Каролины, здесь погодка очень изменилась. Уже чувствуется, лето немножко подходит к концу, потому что сейчас вот солнышко не так печет, как было до этого. Сейчас мы едем, как всегда, в Омар, за продуктами. Я с тобой сяду, ладно? Нет, папа, туда. Все, туда дай. Мы отходили от поездки, я не знаю сколько, неделю, наверное, ребята очень устали. Я не знаю, у меня еще спина сильно болела, как мы приехали. Сейчас вам расскажу еще. Пенсионер в машине гудит так, что меня даже не слышит. А вот тут таких во Флориде вот много людей, кто просит денежку, кто не хочет работать, ну, либо не может. Ну, скорее всего, ленится. Здесь тепло, везде накормят, приютят. Но суть не в этом, сейчас мы едем в Омар. Я сегодня хочу сделать крабовый салат насчет поездки. Адские боли были, я даже ничего не снимала. Получили посылочки, отсняли это. Спасибо всем огромное, Алеша. До сих пор читаем ваши книжки, играем на пианино. Утром встает, уже сам включает. И тролли-мали, тили-ти-ли. Тили-ти-ли. А сейчас мы подъезжаем к Волмарту. И вот тут в Америке дети фитнесов. Л.А. фитнес. А вот у Голла Волмарта есть, ну, как сказать, прудная или что, ну, он огорожен весь. Может, там лужа, может, там и крокодильчики живут. А you ready? Пойдем, мы сходим. Смотрите, Лешка маленький, он похудел и заметил, и вытянулся. Эти бананы, черные, Лешка, как называют, они стоят 98 центов. И это список, что нам надо купить. Вот это мороженое, очень вкусное, 2,98, кранчик. Панкейки берем. 3,24, а сколько там штук? 24 штук, идемте с вами дальше. Ребята, я очень скучала по вам, честное слово. Мы с вами, наконец-то, ходим вместе. Это, вот, представьте, моя рука, это ваши руки. Так, тюфетеры говорили, что гарнир вот этот вот, ткани, очень классный. Смотрите, он здесь стоит 3,47, а есть еще авокадо. Но тюфетеры говорят, вот это очень хорошо. Смотрите, забираю даже. Здесь 3,70 миллиметров. И вот хороший еще Redken, 15,28, дорогой. А еще, еще вот нашла Bad Hat Smoothing Cream. Блестели, выглядели здоровыми. Он стоит у нас 5 долларов. Лешку взяли за 3 доллара, такая паста зубная, на еще. Такая, Ресалота. Да, она, ага. Давай одну такую, одну такую. 2,24. А я всегда смешивала крабовые палочки, крабовое мясо, она вкуснее будет. Ну, здесь рыбы меньше, чем шарлот. Разделились. Вот, я думаю, надо взять такую вот штучку за 98 центов, микс. Уже шапки продают здесь, представляете? А, Хэллоуин ведь же будет, ребята, у нас. А в нашей деревне, наверное, это будет. Чиноватый Хэллоуин сейчас. Ну, ничего, когда переедем. О, какие шапки Бэтмен. Смотрите, кепку, точнее, 10 долларов. Вот такую штуку покупаем себе за 3,27. И 728 миллилитров. Здесь вот такие вот комменты, вы видели? Или, может, коммент пополучить? Он дешевле 3,27. 2,84. Котикам баночки берем. Кстати, на моем канале есть обзор вот этих всех кормов для животных. Сколько они стоят? Salmon Dinner, они тоже едят. Это, как, знаете, мы раньше в Магонска приходили. Свободная титя, свободная титя, подходите. И вот мы сейчас пришли, свободная касса. Народа сейчас мало. Лешек тут нам мешается. Мы его посадили и застегнули. Папа, он пробивает все. А я стою за Лешком, контролирую. Мама, я не знаю. Ребята, кто любит носить наручные часы? Я обожаю. Одни остались. Надо, я так подумала. А что я, надо на себя деньги не жалеть и не экономить. Не так, чтобы прям вообще экономить. На всем, понимаете? Майкл Корс пока в Америке надо купить. Они здесь за 50 даже могут купить. А вы любите носить часы наручные? Нет. Не любишь? Нет. Корзина ровно на 50 баксов у нас. Ну, у нас много средств для всякого там. Здесь автобус на остановке. Стоит палка одна. Да, да, да. И все. Да, да, да. И больше ничего нет. Ну, разные. Есть там крытые, а есть такие вот. Ну, крытые, они больше в крупных городах, не заметили. Ну, в Фарлоте заметил были. И люди все садятся на асфальт, ждут автобусов. Наконец встретили нашего соседа Джеки. Он спросил про готов. Он сказал, почему его здесь не было. Он уезжал в Орландо, у него операция была. Котиков он забрал домой. Потому что, говорит, здесь люди начали вот, ну, вот, жаловаться. То, что кормишь. И серенький с ним там живет. Так что вот так вот. Пришли, я даже не успела еще раздеться, пока разобрали все продукты. Сейчас надо ставить яйца, варенье. А какую кастрюлю? Кастрюли нет. Какая? Ну, ее надо мыть. Я целый день мою по сути. Так что надо какую-нибудь другую взять. А другой нет у нас. Такой вот тут кувшик. А сюда можно залезть. Вот эти яйца от ласточки. У ласточки яйца самые лучшие. На самом деле. Хотела вам рассказать про вот эти яйца. Американские. Extra large. Вот такой вот размер у них. Смотрите. Вот оно. И давайте сравним теперь с джамбо. Вот это вот джамбо. Видите, какое большое. Это уже не ласточки. Это уже страусиное это яйцо. Камера глючит, ребят. Я не знаю, сняла ли или не сняла. Вот второй раз уже так не скажешь, как первый раз. Я говорила, что будни начались. Нон-стоп у меня. То уборку с утра, посуду, готовку к уборку, кружки, магазины. Кажется, девушка должна, мне кажется, готовить. Ну, когда есть время, возможность свободно. Я не работаю, поэтому чем нечего заниматься? Снимать видео и готовить, убираться. Чтоб чисто было, все сытые. Толстенькие такие, плюшечки были. Как моя мама говорила, ах, ты худая, мол, острая. Она меня всегда острый называла. Потому что, видели, какие локти у меня? А худые, говорит, злые все такие. Ну, если когда я убежусь, я попробую стать злой очень. Вот честно, я говорю, как есть. Так, суп разогрели, надо сейчас Лешку налить. Видели, какой супчик, Лешка его обожает. Смотрите, что меня сегодня скинули институтские ребята. Откусывают железную банку. Намытый, Лешек, сынок, накормлен. Заходишь в комнату и видишь вот это вот. Три заходки. Я поспала чуть-чуть совсем. Лешек спит. А Лешка уехала на великой кататься. Велика нет. А сейчас я буду готовить крабовый салат. Секрет. По секрету всему свету. Рецепт моего салата крабового, который, кто его пробует, все хвалят. Рецепт в том, что его надо порезать мелко-мелко. Крабовое мясо. Крабовые палочки. Яйца. Все. Это режется. Мелкие огурцы тоже. Посмотрите на миски с Мишкой. Привет, Рыжик. Доброе утро, котята. Рыжиульки, скажи привет. И Миша вон в лес. Телепочка. Слушайте, я хочу сейчас еще на Амазон заказать витамины для волос. Давайте колясочку в Лешка мы посадим и поедем. Здесь так все катаются. Зеленоглазку видели на вашу лови. Сюльку. Сейчас упадешь? Слушай, ну тяжело. Сколько тебе? Два часа не было. Час, тридцать, пути. Ну, мы поехали. К вам. Ну, все, пока. Пока. Пока, Саша. Мини. Мини? Так ты ее в машине оставь, ладненько? Чтобы не посидеть кусочки. Ну, все, пока, ребят. Силы. Фух, наконец-то они ушли. Можно теперь оттянуться по полной дискотеке. На улице 90 градусов. Едем на Кен. Номера у девчонки там спереди. Вирджиния. Флоридовский университет технологический. Может сюда приехали учиться? Кошарик вон сидит. Кошечка. Ребята, вот он океан. И никого нет, Леш. Ребят, никого нет. Мне кажется, сейчас дождик может скоро быть. Главное, чтобы молнии не было. Довольны, да? Пойдем поближе к океану. Все как красиво, да? Ну что, ребят, мы сели, присели на лавочке на русле. Пойдем сейчас океан потрогаем. Соскучился? У нас уже во Флориде темнеет раньше. Восемь. У нас сейчас уже полседьмого. Мы чуть-чуть здесь побудем. Довольны? Да. И вот я тут. Там дельфин был. Дельфин, вон он. Дельфин, Илеш. Илона, не видишь плавник? А, ты видел? Да. А, ты видишь, прыгает из воды? Да. Какие волны, да, Леша? Какие волны. Ребята, вот вам и тут, помните, из Виктории Сикрет? Спортивный бюстгальтер. Подари мне бюстгальтер. Вместо купальника. Нормально сойдет. Даже очень-очень удобно. Дельфины уплыли наши, ребят. Смотрите на небо. Сейчас здесь так хорошо сидеть. Такой воздух еще свежий. Атлантический океан. Какой вот сейчас? О, холодный и глубокий. Привет! Хочешь потрогать? А-а-а! А, такие волны! Волны. Ю-ху! Лешка довольный такой вообще. Молодец, бегай! Крабик. Вообще так круто. Сейчас я кайфую от океана, потому что воздух прохладный. Лешка соскучился по океану, по песочку. Мы отнесли вещи с Лешком. Да, чтобы пойти сейчас погулять по берегу океана. Потому что с сумками неудобно. А я снимала он за него. Все как бегают, видела? Молодец. О. О. Л. Как это он пишет, Леш? Ты справа налево пишешь. О. Я. Оля. Оля. Представляете, ребята, ну и сколько лет, наверное, по 8, 9, 10 плавают на досках сейчас. Летят утки. Летят утюг делали, да? Да. А вон на небе уже мун. Летят утюг. Ребята, сейчас у нас время 7.45 вечера. И так здесь красиво просто, невероятно. И вот так вот потом подумаешь, как уезжать от такой красоты далеко. Да? В какой-то штаб, где нет этого. В принципе, можно на леску поехать, где есть касатки. Оставили наши тапочки здесь у входа, чтобы в руках не таскать. Сейчас их заберем. Представляете, только зашли, машину сели, да, Леш? И ливень пошел. Прям как почувствовали, Леш. Чувствуем с того природу. Мы домой едем, ребят. Время 8.35, а я продолжаю врезать салатик. Ты какой Лешка, молодец, сам уже себя довладывает. Всем приятного аппетита. Ребят, села выбирать Лешку. Там пришел купон. Выбрали мы Лешку, в общем, вот. Да, вот эту футболку за 4 доллара, а так стоила она 14. Пижамы, две пары, то есть одна с коротким рукавом, штанишки, другая с длинным, рукавом стоил 3,4, сейчас 14. Налог с этой суммы 1,26. Доставка вот бесплатная, 3,8 дней. Время 12 часов ночи. Леша спать всю не спит. Леша легла здесь гимнастику с ним поделать. Посчитать, знаете, как стоовец считаешь, и тогда засыпаешь. У кого действует этот метод стоовец? Я раньше действовала, а иногда не действует. Давайте пресс делать. Помните, как я его дняла? И так, и так, и так, и так, и так. Ну, ребят, вот. Видели? Мама очкарит. Подошел день к концу. Фу, мне же со зрением плохо стало. Хотела вам сказать спасибо большое, что ставите лайки. Заметил, когда я стала вставлять вот этот знак, кто мне посоветовал. Спасибо. Лайки активно набирают большинство, и это очень приятно, потому что меня это стимулирует. Спасибо вообще-то, что смотрите мои видео, потому что не у всех есть время, да, смотреть видео. Но даже если оно и есть, чуть-чуть, вы смотрите мои видео, и мне это очень приятно. Этот сегодня влог будет длинный у нас, я уже чувствую, я чую, что будет длинным. Много уж камеры в руки брала сегодня. А время 12.09 ночи. Спасибо вам, ребят, большое, кто делает мне донетную операцию, потому что мы сейчас с Лешкой разговаривали. Если деньги получатся, ну и у нас собрать, и сколько людей, кто как может, да, там поможет. Если деньги будут на операцию, я подъеду к своему хирургу. Надеюсь, все получится. Спасибо вам. Пока. Продолжение следует...